здравствуйте друзья мы подумали что-то скучновато знаете скучновато ну и когда скучновато думаешь а пошли в магазин какой где вкусненькое продают вот этот окман маркет он чем интересен тут сразу и фрукты и овощи и в то же время там так много такой еды привычной нам по отечеству е-мое видали палка такая да 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 слушай ужас привычный нам по отечеству тут допустим и шпроты какие-нибудь там сладости и семечки если кому надо вот так что уйти как в арбузе это даже я не знаю цвет как тебе вот мои глазки взял как тебе такое работе до трудно сказать какие вкусовые картошки яблочки солнышко слепит все у нас в америке с картошкой давайте поглядим так 99 1 картошка другая картошка 129 3 розовенькая тут не поймешь почем 80 79 в общем есть картошка есть есть может быть не такой большой выбор там как на территории там белоруссии да может быть там побольше помню в молодые годы ездил в командировке в минске там на проспекте ленина это такая центральная улица там была такая булебяная мать честная чего не только там из картошки не делали да как сейчас помню клубничка друзья дрисклс это такая известная контора пахнет пахнет неплохо кстати клубничка вот друзья фиги фиги такие вот синеватым отливом и зеленоватым отливом света что нормальные люди делают с фигами скажи мне кроме того что можно ее просто съесть я делаю я делала кетчуп такой с томатом и мариновала а вот обрати внимание это не красная смородина красная смородина парить это не парить как раз по речке это белая красная смородина друзья уж такая красная тут написано red кормить до 5 долларов блин да а почем малина малина по 3 друзья тоже не плохо смотрится малина ты смотри органическая черника вот тут за пятерку вот побольше коробочки нельзя на любителя мне отчет она не заходит да ну-ка друзья давайте те из вас кто по опытней в жизни вот расскажите нам как называется фигуля да значит ждем ждем ваших комментариев друзья это друзья вишня настоящая вот то что называется вишня вообще в америке вот ведь тут на лейдинске два слова сау и через через это черешня а вот сау через кислая черешня вот это как раз вишня вот она это вишня мелкая друзья мелко вообще не видел чтобы в калифорнии росла черешна обычная приводит оттенка могут из канады привезти могут из штата орегон то же самое как вот черную смородину здесь ее нельзя выращивать она как-то не хорошо влияет на соседние растения да не хочется пробовать тем более друзья у меня и как вы видите вот тут вот так не не идеальны и супер с головой чеша седой такой что а это солнце я испугался на что случилось это солнце вот метод роз закрыт даже попробовать эту кислую черешню не могу гавайская папайя друзья для совершенно нет необходимости ехать на гавайи вот пожалуйста переходишь вот те все гавайи тут 4 50 штук это сладкая картошка друзья орися на рыжая рыжая очень вкусная друзья . мы ее берем вместо чего в ней меньше крахмала у меня гликемический индекс гликемический индекс меньше ну хорошо почему меньше что меньше и недорого тоже смотреть по цене вот как обычная картошка ничем не отличает так яблочки ой господи солнце так светит знаете ну я чего вам рассказываю вы сами чувствуете как солнышко нам влияет на картинку как я люблю друзья абрикосы ничего не могу с собой сделать люблю так вот тоже на какие хорошие красавцы мягенькие ой 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 да друзья это яблочки гривенштейн их нужно брать зеленоватыми ошибку пропустили буквы гривенштейн мы уважаем гривенштейн они не созревали до они пожелтеют но что-то вот эта зелень она как кажется из другой коробки на после того как светлана подобрала 2 подобрала две коробочки цитрона картошка черри еще все картошка черри и риски так даже вас знакомые эти за 30 лет картинка не изменилась ну да а то мне знать присылали по-моему из москвы что ли откуда-то мне это раковые шейки присылали друзья у нас есть я не знаю мы конечно не едим особо так ново похоже на сливу в шоколаде какой-то да простой друзья мексиканский магазин вы слышите музыку солидарность золотой адвокат позже что это польский на какие я понял польские ой как меня зовут мишка взять что-ли даже не знаю я боюсь вот так возьмешь потом выяснится совсем не те батонечки слушайте такие же точно как вот при коммунистах были чисто внешне наверное их опошлили внутри-то опошлили знаем мы этих вот кто-то и коммунисты и после них ну ладно возьму друзья как меня зовут я возьму на севере а я пока на юге ведь как бывает это вот на той стойке а тут мы на эту пришли смотреть на этой стойке у нас это самое как зовут девушка-то вы помните да птич молоко какой-то коровка а почему коровка в таком странном видении коровка друзья эти аленка шоколадка такие были конфет не было тут новенькая да в общем друзья если вы попадете в наши края то худо-бедно какие-то конфетки знакомые есть давайте друзья о грибах поговорим так вот такие такие вот эти сайте порта было очень ничего я не знаю вам доводилось или нет для труда судить в наш время вообще никаких не было так на базаре или сам заберем порта было шикарно а это вообще думаешь наверное какая не году справа так чисто внешне она полезная вкусная вот тут такой уголок друзья где в холодильнике и селёдочка слева увидите много там целая вертикаль селёдочек тут колбаски всякие акачка неплохо кстати все это вкусно неплохо калорийно приедем для здоровья ну чем все что надо тут есть дальше пошли какие-то колбаски сосиски да и все это это не русский магазин это просто вот такой именно не русский найдете пена с учетом с учетом интересов наши соотечественных так надо елки взять давайте возьмем пары парочку возьмем виола вот иногда знаете хочется держите где наш тележка а окей виолка хорошо я на самом деле могу с интересом вот взглянуть на веревочный сыр армянский очень хорошо так ну под настроение так хорошо одно друзья могу сказать не было такого когда здоровье буду все это есть в молодости не было как-то наша молодость мимо этого прошла вот а сейчас как-то так ностальгически съел бы но церковь хочется еще пожить да а тут за спиной меня обычно семечки вот пожалуйста такие семечки и сякие семечки и семки базарные ну вам виднее бы наверное это как-то так больше с этим сталкиваетесь вот здесь как бы такой ностальгический уголок я семечки мы точно не будем не есть не покупать не советовать нашим зрителям но сами видите папки на себе на своя бабка есть чего будем от чужой баб дед семен у нас и дед свой есть друзья все у нас есть свое вот пожалуйста я там дядь миша семечки пожалуйста кто-то хочет использовать мой образ для семечек пожалуйста я даю разрешение на уходим все друзья уходим 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 так что тут ой вот со шпроты посмотрите что творят шпроты сардины а это тоже шпроты какая в стекле маленькие там кушать да ничего господи вот уже селедка херинг это селедка я не знаю конечно что они себе имели в виду балтийская селедка осетр вот это же не все широко осетр в консервах я даже пробовать не хочу но в томатном все равно не в томатном соусе вы можете хоть в облуху осетра там не отличить на той томатный соус чтобы уже ничего не отключить ё-моё щи из осетра уха из осетра друзья с исключительным цинизмом гал суп из головы осетра харчо из осетра друзья сколько харчей из осетра гуляш суп гуляш из осетра солянка из осетра ё-моё я даже не знаю это реально осет или там они из кошек делают которых на заборе ловит не знаю свечка на какую сумму вы повеселились уже немного и будут друзья сколько сеток кто-то этих корзинок вроде что творится сейчас полный багажник полный багажник этой теслы мы забьем продукции мы забьем вот тем кто взяли в магазине окман market вот она друзья бездуховность западного мира на 4 крути налево не боись без духовность крути налево как ты меня тебе не думать крути налево бездуховность западного мира покажем что он видит что что стоишь вот а сейчас мы поедем он не будет друзья возвращаюсь без духовности значит они тут на западе поймаете вместо того чтобы и мы с ними мы с ними смето вы вынуждена вынуждена мы с ними вместо того чтобы смотреть балет или там что-то скрепное может быть или там читать художественную литературу перечитывать мы вместо этого друзья пошли вот как-то так но и бездуховно развлечься ты посадишь свет на маленькую сумму конечно все нет дел не самый дорогой там колбаса вот такие деликатеса мы ничего не взяли практически нет нет экономика да так вот цвета значит в бедно живем тут экономить значит это не надо вот не надо иногда хочется и думаешь нет воздержусь у меня смысле о высокой духовности все это там были щи в банке из осетра суп харчо из осетра в банке странно вообще суп харчо да он идет с копченостями они с каким не осетром но если осетра знак закоптить сначала не знаю очень странно я такой никогда не слышал сантку придумать да но я думаю что ключевое слово осетр если бы был еще какой-то вот осетр например вкусный суп из осетра приготовил я с утра да кстати у нас есть магазин где живые осетры продаются их прямо есть да прям там молотком по балле раз готовы которых они забили то они при тебе выстают его и забивают они небольшие там я бы сказал они больше вот такие да ну такие небольшие там в полметра вот но зато они свежие конечно этот свежий осетр когда он только что зарубленный это совершенно неплохо неплохо но его коптить хорошо надо сказать что осетр в Америке совершенно непопулярная рыба и ирасти ну послушали когда мы приехали он был непопулярный да поехало столько русских и китайцев что очень популярный а было когда-то по 7 он когда-то когда-то осетр был дешевле чем мы чем красная вот это как я по-русски забыл слава красная тоже была дешевая вот даже этот вот халибат халибат вот стоит 24 долларов сегодня уже да стоил 18 к русских халибат скажи не халибат а как-то он называется вот этот толстые белые куски рыбы а ты имеешь ввиду бас 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 сибас да подъехали по тоже по-русски есть я забыл ну неважно в общем короче друзья я к чему говорю что когда вы сюда приехали так осетрина шла дешевле чем красная рыба вот но и китайцы уважают и русские уважают есть есть кому есть кому уважить да люди коптят гарик прораб коптил у него была здоровенная коптильня ну мы коптим у нас небольшая коптильничка а у него такая была там можно было метровую рыбу подвести вот он и он коптил самозабвенном а что-то давай может быть поедем к боре и что-нибудь у него съедим нет не потому что нам выголодцы а потому что как-то в общении чтобы обратиться да вот боря чтобы нам чего-нибудь не съесть нет нет но подоги съесть это повод для встречи вот я тебе скажу такую вещь когда в ссср например вдруг где-то нарвался купил какой-нибудь бутылку вина необычного да тут же повод людей собрать понимаешь собираются люди выпивают эту бутылочку но не бутылочка это повод осетр это повод там все все на свете повод уже голодных нет друзья голодных нет есть обожравшись жутко жутко обожравшихся сколько хочешь мы в их числе а вот и все выходят и жалуют опять обожрались опять обожрались нет ничего это я что обожрал сколько стоит этот дом ну-ка как вот на углу стоит какой вот дом на мой взгляд на мой миллион и четыре не меньше вот так друзья ни за что 4 миллиона вот так вот в чем он большой дом больше ну я ты пойми правильно ну если нас 3 200 оценен вот он теперь красиво стал его сейчас еще больше оценят потому что у него кормопил стал лучше вот эти вот это вот несчастное сооружение там 3 200 даже 3 400 ужас ужас поэтому друзья скучно и рожа трещит трескается рожа вот так и хочешь развлекаться в магазин вместо того чтобы культурно культурно и высоко духовно вот так ну вам там лучше известно как развлекаться мы так по простому